Ваш лист мы говорим сегодня о Англии и Песечине. То, что касается выступления представителя Следственного комитета, я могу уверенностью сказать, что никаких указаний я по поводу следствия не давал. Следствия не крепят, а наоборот. Сам давал показания. Бартов за время следствия не общался ни разу. Бартов мы с его работниками. Я, тем более, не знаю. То, что касается непосредственно сегодня примера сечения домашней аресты, я уже сказал, что я являюсь директором крупного образовательного организации Центром внешкольной работы подростков, в котором работает 400 педагогов, занимается 10 тысяч детей. Подростку сегодня 32 года. Мы делаем эту работу по огромной работе. И она связана сегодня с работой с детьми. Каждый ребенок – это ходячий уголовный кодекс. И моим присутствием на работе, в моем рабочем графике и с моими долгодскими трубами не просто необходимо, а очень даже обязана и потребна. Потому что сегодня те программы, те, что мы осуществляем, они непосредственно находятся под моим руководством. И самое главное – это вопросы безопасности, жизни, деятельности детей и занятия в нашей организации. То, что касается комбината школьного питания в городе. Также с 1 сентября начинается новая кампания по организации питания в муникообразовательных учреждениях. В городах в детских садах она продолжается и сегодня. Есть сегодня указ президента Российской Федерации, который четко обозначил питание первой и четвертой классов, которая находится под непосредственным контролем председателя правительства и правительства Российской Федерации, и за которой я как руководитель несу самую прямую ответственность. Там очень много достаточно вопросов. И мое присутствие как руководителя фирмы, не только на своем предприятии, но и в тех органах, где непосредственно с кем мы общаемся, с кем мы работаем по организации питания, это только моя работа. Пробед нее выполнить сегодня никто не может. Они выполнили указ президента, мы просто никто не имеем сегодня права. По организации питания, как вы знаете, нас вышены, значит, здесь все присутствующие. Очень много сегодня проблем и вопросов. Я всегда выступал за то, чтобы оно было качественное, правильно финансировано, чтобы было правильное. Но подвижки есть, нас вспышат, но, к сожалению, не все так быстро продвигается. И мое невозможное течение двух месяцев работы с моими руководителями структурных подразделений, непосредственно с руководителями образовательных организаций, с ведростами, с контрольными, с надзорными, которыми сегодня это моя должностная обязанность, это просто невозможно. Потому что это ежедневная, кропотливая, большая работа. И мое отсутствие это очень серьезно будет влиять на организацию вообще всей работы этого предприятия. Поэтому я, конечно, еще я являюсь депутатом городского совета, можно сказать, я веду очень активную работу местного населения. У меня не самый лучший городской обувь. Это промышленная районка, которая требует больших забот, сегодня их лопотно. У меня одни из самых старых образовательных организаций, которые я занимаюсь во своей депутатской деятельности. Очень много ветеранов труда, которые к мне практически приходят каждый день. Я обращаю на то, что есть. Иду на разговор, иду на совместные действия. Хочу, чтобы разобрались быстрее. И все расставилось по своим полкам. Поэтому я прошу уважаемых, чтобы не ограничивать меня, сегодня от работы с обществом, с детьми, с моими заместителями, с моими работниками, с моими избирателями, с руководителями образовательных организаций, с родителями. Видите, сколько на меня завязано. И ограничения на два месяца, это просто... Никто не решит, что, по сожалению. Я понимаю, я призамен. Но я сегодня прекрасно могу работать и давать показания. Я не отказываюсь. Я в допросе, значит, 15-го числа, кто-то выйдет из больницы, сразу первым делом. Через два часа я буду уже у следом. И словески, без всего. Как только вышел, как бы, выздоровел, вышел сразу из больницы. И сразу же, значит, написал, что я бываю, значит, работаю, бываю отвечать на вопросы. И закрываюсь. Поэтому не вижу совершенно никакой необходимости. Поэтому прошу, вот, учесть во внимание, то, что я сегодня вот сейчас сказал, и принять это, и, как бы, принять решение, чтобы мне ограничить, мне не завидовать, мне не отмышится. Все, да? Ну, очень много вопросов.